Дэнди, Дэнди, мы все любим Дэнди! 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 Сколько, если в процентном отношении, ты уделяешь урокам, а сколько компьютерам? 50 на 50. А что вы, как вы думаете, что учителя думают про компьютерные игры? Против компьютерных игр, потому что они думают, что мы уроки не делаем. Как вы относитесь к последним веяниям, чтобы компьютерные игры сделать школьным предметом наравне с алгеброй, географией, литературой и другими? Ну, можно, а неплохо это было бы. Да, конечно. А почему? Ну, я не знаю. Я очень люблю компьютеры. У нас сейчас начался курс информатики, и я этому очень рад. И сейчас, я думаю, в ближайшем будущем уже будет, в основном будут проработать компьютерная техника. Без них уже не обойтись в ваше время. Ты хотела бы, чтобы в школьную программу ввели урок компьютерных игр? Да, очень. А те? Да. Да. Туда. Да. Немножко мешает, когда ты долго играешь, мешает учиться. Ты в каком классе учишься? В девятом. Вот с этим ты перешел. В связи с тем, что сейчас, да, что сейчас начался учебный год, меньше ты будешь удивлять внимания играм? Ну, конечно. Больше в учебе. Какой осознает. У нас есть сестра твоя? Да. Ты тоже любишь на компьютере играть? Да. А ты бы хотела, чтобы компьютерные игры в школе преподавали? Да. Вот сестра у тебя не такая осознательная, потому что младший. Ты хотел бы, чтобы в школе преподавали компьютерные игры наравне с алгеброй, физикой и английским языком? Конечно. Конечно. А почему? Ну, потому что домашнее задание не будет сдавать. А, напрасно ты думаешь. Почему? А потому что в младший играх и того же, на чем надо думать, и долго сидеть говорят. Согласен? Ну, да. Там надо же все. Всякие... Как деньги? Как деньги? Ты бы по этому предмету был бы отличником? Не, не очень. Что это у тебя в руках? Парад. А ты кого? Я фотографирую? Да. Зачем? Вы мне нравитесь. Правда, что ты? Пусть передача. Понятно. А ты сам откуда? Из Москвы. Из Москвы, да? Скажи, пожалуйста, вот наступает учебный год, и предстоит немножечко забросить компьютер и уже взяться за учебники и так далее и тому подобное. Так или нет? Да. Ты жалеешь о том, что с компьютером придется на время расстаться? Да. А ты знаешь, что планируется ввести компьютерные игры в школьную программу? Нет еще. Хотел бы этого? Да. Лето кончилось, начался учебный год. Компьютер будет заброшен куда-нибудь под шкаф или все-таки останется время на него? Да, останется. Я когда прихожу из школы, я начинаю играть в компьютер свой. Отдыхаю в это время и потом сразу делаю сураки. Погуляю и вечером опять играю. То есть компьютер у тебя занимает в жизни очень солидное место, да? Да. Как ты думаешь, возможно, что компьютерные игры введут в школьную программу? Нет. Зачем? Я не знаю. Ну ты бы хотел этого? Да. Мы хотели бы, чтобы ввели вообще занятия по компьютерной технике, изучению компьютера. Он учится в такой школе, где только факультатив пока. Но мы надеемся, что там будут настоящие занятия, и поэтому мы даже купили ему в этом году компьютер. Какой? 486. Ой, мама дорогая. А приставка есть у тебя какая-нибудь? У моей подружки есть приставка. Ага. Я вот купил пистолет и хочу подарить. Ей подарок, пистолет? Подружка, хорошая. Как зовут подружку? Ее зовут... Сейчас вспомню. Да, Вика. Вика, конечно, Вика. Вика, мы тебе купили пистолет. Скажи, пожалуйста, а ты хотел бы, чтобы в школе ввели компьютерные игры как в качестве урока? Конечно. 45 минут, домашние задания, контрольные. Контрольные. Пройти Соник, там, первый уровень за 35 секунд, да? Да. Не прошел, давай дневник 2. Это слишком строго. Ну почему строго? Нормально. Ну хорошо. И вот, скажем, ввели компьютерные игры. Какую бы игру ты преподавал в 10-м, в 9-м классе? Давай начнем с простой. С какой игры надо начинать вообще в первом классе? Вот ввели компьютерные игры в школе. С первым классом какую игру начинаем? С какой-нибудь стрелялки. Спростенькой, да? Да. Так. Ну ты в каком классе учишься? Я в шестом. Какая игра, несколько назови, достойная 6-го класса? Робокоп достойна. Фак. Еще достойна Чипдейл, может быть, Черный плащ еще достойна. Войн. И много еще. Много перечислиться. Суть по тому, что ты называешь только 8-битные игры, ты знаком с приставкой Дэнджи, да? Да. А Супер Нинтендо для тебя Темный лес? Да, может быть, да. Так, наверное, мы так и сделаем. Пусть до пятого класса, до шестого будет Дэнджи, а потом уже 16-битные приставки, да? Угу. Мы сейчас просто разрабатываем совместно с Министерством образования программу введения компьютерных игр. А потом впоследствии мы хотим вообще вытеснить все предметы. Математику, русский, литературу. Ну зачем они? Они только мешают, правда же? Школа — это не только уроки, но это еще и перемены. Перемены — это самая интересная часть школьного дня, как и компьютер — самая интересная часть вашей жизни. На какую же игру в основном похожа перемена в школе? Мортал Комбат, конечно, вторая. Почему? Ну там всякие. Крови много. Убивают. Мортал Комбат. Почему? А там руки-ноги ломаются. Мортал Комбат, наверное? Да? Да. Почему? Ну аж когда там дерешься много крови вообще. Мортал Комбат. Почему? Потому что там из крови драк. Ну да. Мортал Комбат. Почему? Ну там это... Разные фатальты. Льется кровь, в хвосте ловаются, да? Все орут, как сумасшедшие. Мортал Комбат. Почему? Наверное, очень кровавая. Крови. Очень много крови. На какую игру похожа перемена? Ну не знаю. Мортал Комбат, наверное, пора. И все-таки, будет в школе предмет компьютерные игры или нет? Совершенно случайно мы встретили одного очень высокопоставленного чиновника Министерства образования России. И вот какие обнадеживающие слова мы от него услышали. Как вы относитесь к компьютерным играм, которые так популярны у детей? К компьютерным играм? Весьма положительно. Это новые игры, которые действительно развивают мышление молодого человека. И вообще, это для России новое. И это должно быть в России. Должно быть. Мы далеко отстали. Я думаю, что с компьютерами мы все же шагнем немножко вперед. Как вы думаете? Даже и много. Как вы думаете, может ли случиться, что компьютерные игры пойдут в школьную программу? Я этого не могу вам сказать. Но я бы хотел, чтобы это вошло в школьную программу. Это нужно. Почему на Западе все это есть, а у нас нет? Должно быть у нас это. И мы не должны отставать в этом. И, возможно, нам Запад поможет. Ну что ж, кажется, все складывается удачно. И в ближайшее время у вас в школе на партах появятся приставки Дэнди, Сега, Супер Нинтендо. Ну а для самых шустрых будет приготовлен Геймбой. Ну а сейчас давайте перейдем непосредственно к теме нашей программы. То есть к нашим играм. У нас очень много времени заняли разговоры по поводу школы. Так что мы будем все делать очень быстро, сжато и компактно. Итак, я приглашаю вас в 8-битный формат. Итак, совершилось чудо, и компьютерные игры стали предметом в школе. Вполне естественно, начинать обучение с самых простых приставок. Поэтому в первом, втором, третьем, четвертом и, наверное, и в пятом классе дети будут играть на Дэнди. Да, это 8-битная приставка, да, она самая простая и самая доступная. И поэтому мы нашу программу сегодня начнем именно с 8-битных игр, как это мы обычно и делаем. Кстати говоря, школа началась, а значит, давайте ставить оценки игрушек. Я мало знаю 8-битных игр, которые могут получить пятерку, потому что все они более или менее простые. Но четверка тоже очень хорошая оценка. Есть и троечные игры, ну а двоечных игр совсем мало. Итак, мы начнем нашу передачу с двух игрушек. Первая это Троянец, Троуджан называется она, а вторая Багс Барри в безумном замке. День рождения Багс Барри. Итак, первая игра The Trojan, Троянец. Дело в том, что она не имеет никакого отношения к той самой Троянской войне, о которой вы наверняка что-нибудь слышали, а может быть даже и читали. Да, Троянцы это древние люди, которые начали воевать с греками из-за, смешно сказать, из-за женщины. Там такая история произошла, но я не буду о ней рассказывать в сегодняшней нашей программе, а лучше остановлюсь подробно на игре. Итак, герой Троянец через века и столетия шагнул в наш современный мир и сразу попал в город, кишащий негодяями и хулиганами. Да и не просто хулиганами, а вооруженными разнообразным всепоражающим оружием. У вас же в руках только древний меч. Кстати, за весьма условные движения этого меча игрушке снижается оценка, и она получает твердую четверку. Ну, а это Багс Банни. День рождения в безумном замке. Замок действительно непростой. Смотрите, сколько здесь всевозможных входов и выходов. Игрушка для тех, кто любит думать и соображать логически. Вот смотрите, вам нужно зайти в дверь, съесть морковку и подождать, просто подождать вашего врага кота. А потом, ба-бах, на голову ему опускается тяжеленный ящик. Вот он дергает ножками, и я уже совершенно был уверен, что он встанет и повяжет снова. Но, смотрите, удар ящиком оказался для него смертельным. Ну, а вы приспокойненько собираете морковки. Посмотрите, кстати, как угловато движется кролик по ступенькам. Ну, это, естественно, для восьмибитной игрушки. Поэтому я и говорю, что пять баллов еще ни одна восьмибитная игрушка пока на моем веку не заработала. Это четверка. Причем четверка с плюсом за то, что надо думать головой. Ну что ж, пять лет вы отучились, отыграли на приставке Денди, достигли великолепных результатов, все получили пятерки, все, конечно, сдали зачеты, экзамены. Да-да-да, будет и это. И пора переходить к чему-то более сложному. А что у нас более сложное? Более сложная у нас приставка Сега. К играм для приставки Сега мы сейчас и переходим. Представляете себе ситуацию? Сидите вы дома и спокойненько, в свое удовольствие решаете примеры по математике. И вот вы решаете их, решаете, и вдруг неожиданно дверь открывается в комнату, сбегает мама, рассерженный и говорит в громком голосе. Чем ты тут занимаешься? Ну-ка бросай немедленно и садись делать Сегу. А? Хорошо звучит, правда? Уверяю вас, это все случится в очень близком будущем. А сейчас, раз уж мы о Сеге заговорили, то две новых игрушки для этой замечательной приставки. Первая — Бабси, часть вторая, а вторая — Лайонки, часть первая и единственная. Все вы наверняка уже видели этот нашумевший мультипликационный фильм компании Дисней. Поэтому я сегодня не буду вам показывать отрывки из него, а лучше расскажу о самой игре. В самом начале ее вы становитесь маленьким львенком Симбой, который беззаботно бегает по джунглям, но и в таком юном возрасте уже не может назвать свое детство счастливым, потому что окружен всевозможными врагами. Посмотрите, какие страшные гиены в одном из следующих уровней игры. Укус их почти смертелен, несколько встреч с ними — и все. С вами происходит так называемая компьютерная смерть. Но ничего страшного, после этого можно нажать кнопку «Ресет» и все начать сначала. А вот Симба уже и вырос. Он превратился в молодого красивого льва. Но от этого врагов у него не поубавилось. Зато возникли новые приемы борьбы с ними. Посмотрите, какой мощный удар лапы. И какие великолепные борцовские перевороты совершает он с этими противными гиенами. Удар, еще удар. Игрушка получает пять. Бабси. Он уже давно не сходит с первых строчек хит-парадов. В игре великолепная графика, потрясающий юмор и, конечно же, краски. Который час... Оу! Я куда-то опаздывал. Решил бабси и перешел в другой уровень. Посмотрите, какая филигранная работа была проделана компьютерчиками и программистами. Посмотрите, каждый объект в кадре что-то делает. Даже фаны живут своей жизнью. Гитары меняют цвет. Эта игрушка получает пять с плюсом. Да еще бы я ему, конечно, молока налью. Я очень попрошу вас, конечно, если вы знаете, написать мне, кто же такой бабси. То ли бельчонок, то ли котенок, то ли собачонок. Но, оказывается, он еще и летчик. Оседлав юркую одномоторную машину, он отправляется в путь. Но школа — это не только урлоки, это еще и перемены. И вот именно во время перемен вам, каждому из вас, будет выдаваться геймбой. Их будет навалено огромное количество по коридорам, по подоконникам. Вы просто сможете подойти, взять себе устройство и любой картридж. Кстати говоря, очень интересно. Если пользоваться терминологией нашего мира, новой реальности, что такое перемена? Для переменения нужно играть в геймбой. Вот геймбой, а вот два картриджа, о которых я собирался рассказать. Это совершенно новый, только что появившийся Donkey Kong Land и Prehistoric Man. Это исторический человек. Воодушевленные успехом игры Donkey Kong Country в формате Super Nintendo, создатели компьютерных игрушек пошли дальше и перевели эту потрясающую игру в формат геймбоя. Удивительно, что при этом она почти ничего не потеряла. Ну, говоря почти, я имею в виду фантастические краски и, конечно, графику, которая неповторима. 16-битный формат, он и есть 16-битный. А геймбой, как вы знаете, всего-навсего 8-бит. Но игра интересная, заставляет иногда думать. Ну, и, конечно, преимущество ее в том, что вставил картридж, положил в карман и пошел. Мы ставим этой игрушке оценку 4. Ну, я уже слышу ваши недовольные возгласы. Как 4? Такая игрушка для геймбоевской графики. Это что-то потрясающее. Ладно, бог с вами. 4 с плюсом. А вот доисторическому человечку, которого вы сейчас видите в цвете благодаря устройству Super Game Boy, я бы поставил даже, наверное, 4 с минусом. Дело в том, что игра эта очень однообразна, на мой взгляд. Это платформенная бродилка с ударами дубиной, и ничего в ней особенного нет. Видите, даже камни не падают. Хотя, казалось бы, в такой ситуации всегда мост должен рушиться, и герой должен падать в воду. А здесь не так. Ну, для особо одаренных даже показано, в какую сторону идти. Так что, извините, не обижайтесь. 4 с минусом. Но! Это же не 3 с плюсом. К недостаткам игры относится еще и то, что она не оригинальна. Точно в такую игрушку, тут, конечно, гораздо более красивую и живую, я играл много лет назад на персональном компьютере. Между собой мы называли ее Дубина. Ну что ж, геймбой для перемены, Дензи для малышей, Сега для средней школы. А чем же будут заниматься старшеклассники? Эти здоровенные дылды. Конечно, они будут играть в Супер Нинтендо. Ну, а теперь, как обычно бывает в нашей программе, в самую последнюю очередь о новинках для приставки Супер Нинтендо. В связи с тем, что учебный год начался, я попытался выискать среди игр для Супер Нинтендо что-нибудь, имеющее отношение к образованию. И нашел одну игру. Вот она у меня в руках. Красавица. Называется Марио Пейнт. Марио вы все прекрасно знаете, а Пейнт по-амбийски рисовать. Пейнтер-художник. Вот эта игрушка и позволяет вам стать самыми настоящими художниками. Ну, конечно, до Микеланджело или до Васнецова вам не дотянуть здесь, но это не та тупая гонялка-стрелялка, к которой вы привыкли, а настоящий творческий картридж. Если бы на уроках рисования у вас была такая приставка, то, уверяю вас, оценки у вас были бы совсем другие. Итак, знакомимся с игрой Марио Пейнт. На взрослых персональных компьютерах есть такая программа Пейнт Браш. Это так называемая рисовалка. Именно пользуясь этой программой, взрослый дядь и тетя рисует себе всякие логотипы, фирменные значки, составляют таблицы и занимаются прочей мурой. При помощи игры Марио Пейнт можно стать настоящим живописцем. Но не только это. Приставка Super Nintendo должна появиться и в кабинетах пения. Почему? А вот давайте-ка посмотрим и послушаем. Побывав живописцем, вы можете сами сочинять музыку, ускорять или замедлять темп, добавлять свои ноты и даже делать вот такие смешные концовки, как в этой музычке. Вот такую красоту мне удалось нарисовать буквально за 10 минут. Ну, раскрасим Марио плащ в желтый цвет и перейдем к следующему заданию. Вам надоело рисовать, вам надоело сочинять музыку, вы уже побывали в Микеланджело, вы уже почувствовали себя битхомером, осталось только побить мух. Чем мы с вами замечательно и займемся. Для современной школы незаменимая игрушка. 5 баллов. До конца передачи у нас осталось еще несколько минут, и я попытаюсь рассказать вам еще о двух игрушках. Очень кратко. Это великолепный космический летательный имитатор Star Wing и вот эта игра со страшным названием «Хэгган». Последний конфликт, последняя ссора. Но начнем с игрушки Star Wing. Star по-английски звезда, wing крыло, но совершенно так же в американской армии называют авиационные звеньмы. Вот такое авиационное звено из четырех героев и отправляется по трехмерному пространству выполнять опаснейшее задание. Члены звена — это орел, лягушка, лис и осел. Да, да, именно осел, осел, оказывается, тоже имеет летать. Мы понимаем, что в основном память компьютера ушла на создание трехмерности, то есть когда предметы изменяются в пространстве в точном соответствии с законами физики. Но графика от этого, конечно, пострадала, поэтому оценка 4. Оценка 4. И больше я, увы, поставить ей не могу. Ну а это Хэгген. Последний конфликт, последняя ссора. Да уж, действительно, ссориться тут есть с кем. Когда я включаю подобные игры, мне с самого начала становится страшно, потому что я совершенно уверен, что сейчас меня начнут рвать на куски, стрелять огнем и делать со мной всяческие невозможные вещи. Мне придется напрячь всю свою реакцию, весь свой запал, чтобы попытаться увернуться от этих всепожирающих лазеров и стрел. Ой, какой страшный взрыв. За один такой взрыв можно поставить пятерку. Эти пятерки я и буду ставить вам, когда приеду в школу преподавать компьютерные игры. Ну вот, друзья мои, и подошла к концу наша первая передача в новом учебном году. Мы встретимся с вами 7 сентября, потом 14, потом 21, 28 и так далее и тому подобное. И всегда в конце учебной недели у вас будет полчаса игры, которая вам так будет недоставать в связи с тем, что учебный год начался. Не расстраивайтесь и успехов вам. Я жду вас в мире новой реальности, в мире компьютерных игр. Играют все!